всем привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал с вами кариной сегодня хочу снять продолжение видео о моих бальзамов для губ у меня вы видите появилась опять таки можно сказать полноценная коллекция первую часть видео про бальзамы если вы не видели обязательно переходите посмотрите ссылочку я оставлю в инфобоксе я знаю что мои юные подписчицы они были просто в восторге от моего видео большинство из них они ждали вторую часть продолжения и я да пообещала и я это выполняю продолжайте смотреть если вам интересно послушать про данные бальзамы здесь у меня и флор мар и тони молли и мэйбелин и невея пивита то есть сейчас более подробно я вам их расскажу и расскажу об их минусах а также об их плюсах то есть выявлю мои фавориты и и так давайте по порядку то есть по мере того как они у меня появлялись первые я хотела бы вам показать и рассказать о бальзаме apivita apivita это греческая натуральная марка которая продается у нас в аптеках только цены достаточно ну не могу сказать что они супер бюджетные но если вы найдете например скидки да где-то в аптеках то получится бюджетные покупки можно совершить безумно классный я доверяю марки apivita и всем ее могу смело посоветовать если вы не видели мое видео о покупках уходовой косметики там как раз таки я рассказывала про марку apivita насколько она мне понравилась ссылочку тоже на то видео я оставлю бальзам apivita этот у меня идет с гранатом представляете да насколько приятный запах приятное ощущение на губах вкус это настолько вот знаете вот прям блаженство когда наносите на губы его я не знаю в россии скорее всего можно тоже найти потому что в россии все-таки привозят эту марку этот бренд бальзамчик он небольшой но в принципе как обычные до бальзам здесь без парабенов без силиконов то есть натуральный состав классно и теперь смотрите как он выглядит выглядит вот таким образом то есть он немного такой красноватый филипфи красноватый такой немножко как малиновый можно потому что это даже и малиновый кстати вот этот бальзам мужчинам использовать нельзя потому что он все таки дает небольшой оттенок хоть и не такой явный но все-таки тинт на губах будет присутствовать какое-то время видите сейчас от жары он у меня немножко как будто начинает плавиться и осталось его совсем уже даже немного я могу сказать потому что я им пользуюсь и я его очень очень люблю свой ждание большую я сделаю вот прям плавится сейчас или так надавила его видно прямо такой небольшой небольшой тинт есть на губах конечно это выглядит чуть-чуть поярче потому что все-таки губы у нас тоже имеют свой оттенок ухаживает за губами прямо суперски ухаживает я очень довольна и советую его вам далее следующий бальзам это вот такой сейчас все в отражении видно да я смотрю здесь в экран а это тони молли наверное тоже очень многие знают то что в тони молли корейская марка в россии очень очень известны у нас она появилась буквально недавно в наши сифора греции если кто не знает я живу в греции и я конечно же пошла приобретать себе кое-что из уходовой косметики это вот такие губки есть красным цветом у меня же этого такой зеркально розовый дали зеркально как он сказать фуксия да наверно цвет анны и бальзам для губ называется у нас тони молли blue blue lip balm blueberry с экстрактом черники отлично ухаживает за губами отлично увлажняет их он бесцветный и вы знаете вот у меня такое ощущение как будто бы он немного как бы придает припухлость губам но вернее не припухлость а вот немножко как будто бы визуально их увеличивает я наношу его как под помаду так после стойкой помады например если я хочу поухаживать за губами чтобы если я хочу их увлажнить сильно приятный аромат приятный вкус открывается крышечка вот таким образом очень милая упаковочка конечно же корейцы молодцы в этом плане здесь есть защитная мембрана да он у меня уже такой подковыренный единственным минус мне не нравится у таких бальзамов вот именно вот в таких баночках да то что если у вас есть ногти то вы это будете все ковырять а потом выковыривать конечно же это все из-под ногтей но если и ногтей нету право идеальный вариант да как вариант можно кисточки наносить но зачем смысл кисточкой когда ну вот эти бальзамы они все-таки и предназначены чтобы пальчиком до их можно было нанести и так вот сейчас ногти чуть-чуть отросли смотрите абсолютно вот прозрачный до такой глянцевый эффект на губах получается мне он очень нравится далее следующий бальзам тинт помадка как угодно можно его назвать это опять же корейцы корейская марка тони молли у меня кстати вот их еще здесь несколько будет вот такой мимишный зайчик называется этот бальзам petit bunny gloss bar бальзам у меня под номером 04 сочная вишня juicy cherry называется и так этот бальзам да он у нас такой ведет в виде стика с оттенком то есть можно использовать его самостоятельно как помадку как блеск для губ как бальзам потому что он ухаживает можно его нанести под помаду можно как как я уже сказала как самостоятельный продукт использую я его обычно когда я выхожу на улицу на пляж в бассейн куда-либо да то есть когда они днем то что я не делают такой макияж обычно но губы все-таки нужно защищать но здесь тоже плюс в том что у него есть оттенок который держится на губах достаточное время то есть можно и кофе спокойно попить и давайте я вам сам оттенок покажу как он выглядит такой слегка ну наверное малиновый какой-то вишневый вот именно вот слегка сейчас видите да если его наслаивать он как бы чуть-чуть поярче будет но если в один такой штрих да как бы нанести то видно что он почти такой полупрозрачный пахнет вишней я не знаю я очень очень рада что я его приобрела все-таки себе потому что но и как бы очень мило находить его в своей сумочке специально не отклеивала эту штуку чтобы потому что там номер да но здесь у меня уже все в песке потому что ну как бы на пляж до его таскаю очень часто следующее хотела бы показать вам это бальзам для губ baby lips от мэйбелин всеми любимые всеми известны особенно молодыми девочками очень любимые я кстати да я не все их люблю меня некоторые были я их по выбрасывала потому что мне либо запах не нравился либо неприятные какие-то ощущения были в общем мне казались они немного так бесполезными нравился другой который идет вместе как румяна бальзам этот мне безумно понравился и все таки я решила попробовать вот что-то мятное вот этот кстати с мятным вкусом с мятным ароматом коробочку да кстати я не выкинула чтобы ее вам показать как это выглядит вот таким образом здесь обещают 8 часов увлажнения и здесь содержится spf фактор 20 что тоже у нас полезно да иметь летом потому что все-таки губы нам нужно защищать также как и лицо также как и нашу кожу увлажняет защищает губки знаете даже когда мне хочется немножко так как бы освежить губы вот именно чтобы прохладить мы если можно так сказать это я наношу именно вот этот бальзам тоже могу посоветовать потому что я его на себе испытала попробовала я им пользуюсь и он мне нравится но теперь я хотела бы вам показать мое разочарование это тони молли меня очень сильно разочаровал это такой лузер вот среди бальзамов для губ по крайней мере это зеленое яблоко и вот такое то есть он у меня почти что целый то есть я его немножко совсем пользовалась запах яблока принципе он по консистенции такой же как и вот этот губы которые запах яблока но вы знаете запах знаете запах такой химозный какой-то вот знаете вот как сок в тетропаках деленное яблоко вот примерно такой же запах только в разы и в разы сильнее он не выветривается то есть вот этот аромат он не выветривается с губ абсолютно и я когда я нанесла себе наносила вода на губы я чувствовала вот эту химозность вот этот безумный запах абсолютно меня разочаровал я даже когда смыла пыталась мыть этот бальзам с губ но все равно запах привкус этот я чувствовала на губ на губах практически целый день так что он у меня стоит просто для красоты как бы вместе с моей косметикой окей но пользоваться я им и мне буду вам не могу посоветовать у кого такой если кто таким пользовался напишите как вы реагируете на него но я вообще абсолютно я против него следующее хотела бы вам показать давайте теперь к липозам и перейдем липозам это у нас в европе называется липозам в россии либо еще в каких-то странах называется невея это тоже самое это у нас бальзам для губ забота и с таким привкусом да как сказать ароматом розы и с цветом розкой он розово-жемчужный и внутри беленькая такая . да которая идет по всей длине бальзама тенок такой легкий легкий полупрозрачный такой нюдово розовый дает вот я думаю сейчас его немного видно на губах тоже как бы немного а делает ваши губы более объемными я так думаю из-за вот этого белого вещества которые там внутри который в принципе придает мне кажется объем губам розовый цвет он придает вот такой легкий легкий полупрозрачный оттенок на губах смотрится просто шикарно девочки если вы школьницы то и вы хотите все-таки накрасить губы и вам нельзя ярко конечно же то можете вот этим пользоваться потому что и будет ухаживать за губами очень приятные вноски и губы делает немного такими объемными и в то же время нюдово розовый цвет у вас будет на губах что очень красиво смотрится так что для девочек могу смело посоветовать следующая 5 у меня корейский тони молли это вот такой бальзам брелок видно да что здесь как брелочек его можно использовать банановый специально держала некоторые коробочки чтобы показать как это все выглядит ну и название не буду его коверкать питательный бальзам для губ очень очень мягкий с банановым вкусом с таким молочным банановым вкусом запахом таким же и содержится кокос экстракт кокосового масла который увлажняет защищает и бы ухаживает за вашими губами нравится упаковка у этого бальзама безусловно то что в виде брелочка то что можно прикрепить не знаю на ключи куда-нибудь либо просто на кошелечек даже можно прицепить его очень мило выглядит упаковка вот так вот таким образом откручивается и здесь есть вот такой наконечник наконечником хочу сказать что вот у меня как-то двойственное отношение к нему с одной стороны наконечником удобно конечно его наносить но с другой стороны его очень трудно выдавить то есть бальзама здесь мне как мне кажется было изначально вот наполовину потому что он очень долго вы нужно давить чтобы его вытащить оттуда смотрите насколько насколько я его давлю и дальше когда вы наносите бальзам то есть вы наносите наносите вот так вот размазываете да и все равно какие-то остатки они как бы забираются вон туда обратно в эту дырочку мне это не нравится особенно если у меня на губах был какой-то тинт либо какие-то остатки помады либо еще что-то в этом плане то либо просто на помаду если я хочу его нанести то конечно же вот свет сам тинт он будет тоже соответственно забираться вот в эту дырочку как бы вот за счет этого мне не нравится запах приятный не могу сказать что он супер увлажняет ну окей такой средненький знаете среднее увлажнение больше как игрушка такая милая но и последний бальзам у меня остался я хотела его как раз оставить напоследок потому что это было мое самое последнее приобретение из всех вот этих бальзамов это фирма floor mar это бюджетная косметика я думаю многие знают она известна в принципе и это запах бальзама арбуз до арбузный бальзам в общем здесь содержится spf фактор 15 опять же это очень классно на лето нам мы в принципе как мне кажется это была летняя коллекция потому что у них там есть целая линейка вот этих бальзамов с разными запахами но и как раз таки вот с разными оттенками я перенюхала пересмотрела почти что все из них и конечно же мне понравился больше всего и по цвету и по запаху именно вот этот арбузный но я конечно же люблю больше всего арбузы и так выглядит вот таким образом как помада то есть такая милая девичья упаковка и здесь смотрите каким он цветом то есть куда мне намазать то то есть такой арбузный цвет пахнет безумно приятно на губах очень классно носится очень долго держится то есть не так вы держится что как помада конечно не так но насчет бальзама например вот этот флорма держится немножко подольше чем от тони молли хотя они очень похожи по консистенции они очень похожи по действию по своему оттенки у них даже тоже такие же ну как бы сказать по сравнению с другими бальзамами как тинты больше идут то есть этот более такой вишневый этот более арбузный такой малиновый арбузный какой-то цвет да его можно носить конечно же самостоятельно можно носить его под помаду я когда хочу подчеркнуть например контур губ я ввожу губы карандашом для губ и далее я наношу вот этот бальзам для губ который у нас идет с оттенком получается у меня и красивые губы и в то же время увлажнение ну что мои хорошие закончила я вам рассказывать про мои последние бальзамы мою вторую часть про бальзамы для губ надеюсь вам понравилось мое видео если вам понравилось обязательно ставьте мне пальчик вверх не забывайте подписаться на мой канал если же вы хотите поделиться этим видео со своими друзьями подружками делитесь своих соц сетях я буду очень признательна вам а сейчас я хочу с вами попрощаться всем огромное огромное спасибо за просмотр если вы хотите часть номер три то пишите мне в комментариях всем пока пока